Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. И сегодня мы поговорим на очень нужную тему. Об этой теме постоянно спрашивают меня мои партнеры. Естественно, я обучаю их тому, что знаю сама. А именно, бесплатные методы продвижения в Instagram вашего MLM бизнеса. Самое главное, чтобы ваш профиль в Instagram был подготовлен к приему трафика. Если этого нет, то, поверьте, человек будет к вам приходить, вы приложите к этому много усилий, но все пойдет впустую. Самое первое, на что нужно обратить внимание, это на вашу аватарку. Естественно, это должны быть только вы, никаких кошечек, собачек и тому подобное. Дальше вам нужно правильно оформить профиль. И третье, обязательно должна быть активная ссылка. Обязательно должны быть все ваши контактные данные, по которым вас можно найти впоследствии. И самое главное, чтобы человеку было это удобно сделать. Следующее, что нужно сделать обязательно, это выставлять только качественные и обработанные фото. Потому что в Instagram в первую очередь обращают внимание на вашу фотографию, а потом уже на ваши посты, на контент и на все остальное. И есть очень много классных программ, причем есть бесплатные, есть платные, которые помогут сделать ваши фото клевыми и красивыми. Обучайтесь, учитесь работать в этих программах. Еще очень хорошо пойти и сделать фотосессию, потому что профессиональные фотографии, они привлекут еще больше внимания к вашему аккаунту. Следующий момент, это сториз. Ведь все люди любят смотреть реалити-шоу. И сейчас 10 из 10 сначала обращают внимание на сториз, а потом уже заходят к вам на страничку и читают. Мы даже специально проводили опрос. Мы дали 10 людям возможность выбрать, что они будут смотреть сначала, сториз или читать пост. И все люди выбрали именно сториз, потому что это действительно интересно. Причем в сториз вам нужно показывать различные моменты. А какие, смотрите в моем видео на эту тему. Обязательно используйте хэштеги, разделяйте их грамотно по группам. Ведь хэштеги это то, что выводит вас в топы, это то, как вас будут искать люди. Используйте хэштеги грамотно. Делайте обязательно ваш контент полезным, потому что контент и качественные, красивые фото, это то, что будет привлекать людей на ваш профиль. Это то, что будет давать вам партнеров в бизнес. Если вы не будете этого делать, то, к сожалению, человек зайдет, вы не заинтересуете его ничем, и он уйдет. Как же правильно подбирать контент? Используйте, конечно же, знания, какая у вас целевая аудитория. Что интересно конкретно этому человеку, которого вы хотите привлечь на свой бизнес. И выставляйте именно те тематики, которые интересны этому человеку. И вот теперь мы, собственно, оформили аккаунт правильно и используем все бесплатные методики привлечения людей, подписчиков на ваш аккаунт Инстаграм. Итак, первое. Используйте уже готовые ресурсы. То есть, например, вы можете пригласить всех своих друзей, знакомых, подписчиков, людей из соцсетей, друзей из соцсетей на ваш Инстаграм. Второе. Если у вас есть имейл-рассылка, то разошлите, пожалуйста, всем своим подписчикам, которые у вас есть в телефонной книге на вашем почтовом ящике. Расскажите о том, что у вас появился профиль аккаунт в Инстаграм. И третье. Когда вы рассылаете людям какие-либо письма, то обязательно там, где номер телефона, все ваши данные, ваша подпись, указывайте также ваш Инстаграм-профиль. Второй очень классный момент. Перелив смежной аудитории. Что имеется в виду? Найдите человека, какого-нибудь блогера, например, у которого огромное количество подписчиков, и это конкретно ваша целевая аудитория. И попросите с ним сделать взаимопиар. Что я имею в виду? Вы в сторис или в постах рекламируете этого человека, приглашая к нему на страничку. А потом он делает то же самое, рекламируя ваш профиль. И вы делитесь таким образом подписчиками. Только есть один очень важный момент. Нужно обязательно делать промежуток, то есть паузу где-то в неделю. Сначала рекламируйте, например, вы его, проходит неделя, рекламирует он вас, чтобы люди не обратили внимания, что вы друг друга пиарите. Это не будет очень круто выглядеть на самом деле. Но это классный метод, и он очень хорошо работает. Следующий метод – это экспертный блогинг. Это когда вы находите какой-нибудь паблик, где тусуется, опять же, ваша целевая аудитория. Ну, например, мамочки в декрете. Возьмем банальную целевую аудиторию, которая очень часто приходит в сетевой бизнес. И там мы договариваемся с хозяином этого паблика и размещаем периодически какие-нибудь экспертные посты. Например, «Как испечь торт» и ссылочку на ваш аккаунт. Тем самым мы привлекаем аудиторию на наш аккаунт. Какой плюс держателю паблика? Да ему просто не нужно будет писать самому посты и париться. За него это будут делать другие люди. Поэтому используйте этот метод обязательно. Следующий способ называется «Комментарий у лидеров мнений». Вы находите лидера. Самое главное, чтобы ваша целевая аудитория была, опять же, одинаковой. И находите какую-нибудь статью, пост и пишите под ним комментарий. Самое главное, чтобы вы написали комментарий в течение первых двух часов после опубликования этого поста. Для этого вам нужно поставить уведомление. У человека, у которого вы размещаете комментарий под постом, на аккаунте есть в правом верхнем углу три точки. Вы туда нажимаете и выходит «Включить уведомление о публикации». Выбирайте, пожалуйста, эту функцию. И тогда, когда он размещает новый пост, у вас на телефоне в пуш-уведомлениях приходит информация об этом. Как это работает? Например, человек приходит, как обычно, читает пост своего кумира, лидера. И дальше он пролистывает все комментарии. Конечно, если твой комментарий действительно качественный, классный, интересный, то тогда человек переходит на твою страничку, на твой аккаунт и уже дальше вовлекается конкретно в тебя. Что нельзя писать в комментариях и чего вообще нельзя делать? Нельзя, во-первых, комментировать каждый пост. Делайте, конечно же, перерывы. Во-вторых, нельзя никак подрывать авторитет человека, которого вы пишете. То есть ничего плохого о нем говорить ни в коем случае нельзя. Третье, нельзя давать какую-то открытую рекламу. Просто комментарии к его профилю. Четвертое, ни в коем случае нельзя оскорблять других участников. Будьте всегда корректны. И я хочу еще раз напомнить, что даже если человек перейдет к вам на аккаунт, но у вас там будет полный трэш, неправильно оформленный аккаунт, никаких интересных мыслей, никакой полезности, то будьте уверены, все старания ваши были зря. Поэтому самое главное, если вы привлекаете людей на свою страничку, сделайте там конфетку, сделайте ее интересной, как глянцевый журнал для вашего читателя. Итак, я рассказала вам самые классные, самые основные методы бесплатного рекрутинга в Инстаграм. Если у вас есть тоже какие-то интересные методы, которыми бы вы хотели поделиться, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Кстати, это и будет одним из способов привлечения к вам на аккаунт других людей, тех, которые приходят ко мне на страничку. Если видео было полезным, ставь обязательно лайк, подписывайся на мой канал, нажимай на звоночек, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И, конечно же, обязательно напиши что-нибудь в комментариях, напиши, что ты думаешь об этом видео и помогло ли тебе это видео. Итак, с вами была Елена Коваленко. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!